Кир Булычёв. Миллион приключений. Часть третья. Каникулы на Пенелопе. Глава первая. Половина рогатой собаки. На планете Пенелопа, в дитих нехоженных джунглях, над рекой, название которой еще не придумали, стоят две палатки. В Голубой живет Пашка Тераскин, Аркаш Сапожников и Джават Рахимов. В Белой Алиса Селезнева и сестры-близнецы Маша и Наташа Белые. Юные биологи прилетели сюда на каникулы с Земли, потому что планета Пенелопа почти не исследована. Чуть выше по склону, за деревьями, виден домик биостанций. В домике живет красивая женщина, биолог Светлана. То утро начиналось так. Сначала встала Маша Белая. Сделала зарядку и принялась готовить завтрак. Никто не заставлял ее этим заниматься. Но сегодня дежурит Пашка Дерастин. А если на него положиться, сядешь за стол не раньше полудня. Вторым поднялся Аркаша Сапожников. Схватил зубную щетку и полотенце побежал к речке. Он спешил. Он любил повторять, что жизнь коротка, а надо так много успеть. Пока он чистил зубы, с обрыва скатились Алиса с Наташей Белой. Они с разбега нырнули в прохладную воду, обрызгав Аркашу с ног до головы и на перегонте поплыли к тому берегу. Наконец, не спеша, солидно, к рече спустился Джават, подталкивая перед собой Пашку Дерастина, который сегодня вообще решил было не подниматься с постели. Джават сразу понял, что в самом деле Пашка попросту не хочет утруждать себя хозяйственными делами. Поэтому он сдернул с Пашки одеяло и заставил его встать, применив грубую физическую силу. Пашка сопротивлялся и кричал, что у него страшный радикулит. Он не может разогнуться и вскоре умрет, а виноват в этом будет жестокий толстяк Джават. Джавату надоело слушать стинания Дерастина. Он подтащил его к берегу и бросил в воду. Снова целый фонтан брызгобрушился на туалетные принадлежности аккуратного Аркаши. Теперь, прежде чем вытереться, ему пришлось бы выжимать полотенце. Аркаши опечалился. Он с кукором глядел на уплывающих в середине рети товарищей и вдруг увидел нечто невероятное. По тому берегу медленно шел крупный пушистый зверь, похожий на собаку Колли, но с рогами на лбу. У зверя не было задних ног и хвоста. Голова на месте, передние ноги на месте, грудь на месте, а больше ничего. Можно бы понять, если бы зверь умирал, истекал кровью от этого, что кто-то откусил ему заднюю часть. Ничего подобного. Зверь совершенно не обращал внимания на недостачу, а с задумчивым видом разглядывал купающихся биологов. — Маша! — закричал Аркадий, не сообразив, что может спугнуть зверя. — Скорее неси камеру, такого мы еще не видели! К сожалению, зверь услышал этот вопль. Он поглядел на Аркашу, покачал рогатой головой и, не теряя достоинства, скрылся в кустах. Тут наверху обрыва показалась Маша и спросила. — Ты что кричал? — Эх, — с горочью сказал Аркаша. — Ты бы еще завтра пришла. Где камера? — Зачем тебе камера? — Сфотографировать половину собачи с рогами. — Аркаша! — сказала Маша совершенно серьезно. — Ты пробыл на солнце всего десять минут. Когда же ты успел перегреться? К берегу подплыл Пашка Дерастин, который уже забыл о том, что у него радикулит, и он проведет весь день в постели. — Ныряй! — крикнул он Аркаше, прыгая на одной наде, чтобы вытрясти из уха воду. — Вода сказочная! — Ну вот, — сказал Аркаша, который нашел нового виновника своим бедом. Распугали криками половину собаки. Но Пашка не расслышал. Он спросил Машу. — Завтрак готов? — А кто сегодня дежурный? — спросила в ответ Маша. — Пускай он и займется. — А кто? — спросил Пашка. — Ты? — Не может быть! Пашка подумал две секунды и сказал. — Есть предложение. Если ты сегодня за меня подежуришь, а я за тебя опишу всех твоих улиток и головастиков. Маша только отмахнулась. Свои трофеи она никому не доверяла. И Пашка, разумеется, отлично об этом знал. — Алиса! — сказал Аркаша, видя, что остальные тоже выходят из воды. — Ты видела на том берегу половину зверя? — Чего? — Переднюю половину собаки с рогами. — А где она лежит? — Она не лежит. — Она шла! — сказал Аркаша. Он уже понял, что никто ему не поверит. Поэтому даже не стал слушать. Насмешки. А подобрал мокрое полотенце, щетку, скользкое мыло и начал взбираться наверх. — Маша, о чем это он? — спросила Алиса. — Я только сняла яичницу, — сказала Маша. — Как слышу его дитивопль. — Неси камеру! Я сначала решила спросить, зачем она ему. А он отвечает, что видел половину собаки с рогами. — Знаешь, что удивительно, — сказала Алиса, вытирая полотенцем короткий и светлый волос. — Аркаша совершенно не способен придумать такие шутки. — Это точно, — подтвердил Пашка и посмотрел на тот берег. И все поглядели туда же. Берег был пуст. А тем временем Аркаша поднялся наверх, подошел к палантле, чтобы повесить сушить полотенце, и увидел, как за палаткой медленно идет задняя половина неизвестного пушистого животного. Пара ног, живот и длинный хвост. — Ой! — сказал Аркаша. Он уже никого не звал, не бежал за камерой. Он просто смотрел. Задняя половина на секунду приостановилась, помахала хвостом и исчезла в чаще. Ребята, поднявшись с рети, увидели, что Аркаша замер у палатки с полотенцем в протянутой руке. — Что случилось? — спросил Джават. — Снова увидел рогатую собаку. — Не знаю, — сказал Аркаша слабым голосом. — Почему не знаешь? — Потому что это была задняя половина. И я не видел, есть ли у нее рога.